Продолжение следует... С таких вводных слов мы начнем сегодняшний вебинар, который называется «Книга обеспеченность в университетской библиотеке онлайн. Рекомендательный сервис АБС». Для того, кто у нас впервые, я все-таки представлюсь. Зовут меня Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И веду большую часть наших так называемых продуктовых вебинаров, то есть тех, которые посвящены описанию и функционалу наших продуктов, продуктов компании Директ Медиа. А теперь все-таки пару вводных слов. Как всегда, я хочу обратить внимание на тех ссылках, которые я привел в самом начале нашего чата. Это две ссылки. Первая из них ведет к расписанию наших вебинаров. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар нашего учебного года. Расписание составлено на целый учебный год. В нем, конечно, возможны изменения и перестановки какие-то, но в целом оно утрясено и согласовано. Поэтому можно записываться на соответствующие вебинары, если они вас интересуют хоть на май-июнь будущего года. Вторая ссылка, она отвечает на обычный вопрос, а будет ли запись этого вебинара. Запись уже ведется и запись возникнет на нашем учебном портале в YouTube. Примерно раз в неделю, в четверг, пятницу мы выкладываем туда все прошедшие вебинары за прошедшую неделю. В частности, все, что было до вчерашнего дня, было выложено вчера на YouTube, и это можно уже смотреть. Ну и сегодняшний вебинар будет выложен тоже в течение недели на этот сервис. Сегодняшнюю презентацию, как и все остальные, вы можете скачать в разделе ресурсы. Ролик в начале нашего мероприятия показывал, как открыть раздел ресурсы, если вы не знаете. И как в нем скачать нужный вам документ. Все наши презентации от компании Директ Медиа вы можете использовать в ваших интересах. Можете проводить собственные семинары. Единственная наша просьба – это указания на авторство и на то, что они созданы в компании Директ Медиа. Ну что ж, все общие слова мы проговорили с вами. Теперь давайте перейдем, собственно, к теме нашего сегодняшнего вебинара. Итак, мы сегодня говорим о сервисе книгообеспеченности в электронной библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». Два дня назад, когда я проводил вебинар по общим сервисам «Университетской библиотеки онлайн» для библиотекаря, я оговорился, что сервис книгообеспеченности – он такой достаточно продвинутый с точки зрения интерфейса и функционала. Поэтому мы его рассмотрим отдельно в отдельном вебинаре. Вот сейчас этот вебинар и проводится. И имейте в виду, что этот вебинар является продолжением предыдущего, как бы завершая вопрос функционала библиотекаря, функционала корневого пользователя в «Университетской библиотеке онлайн». Ну что ж, давайте тогда начнем. Хорошо, о чем мы сегодня будем говорить. Первый наш пункт вебинара – это поговорим о том, как можно обеспечивать в УЗИ книгообеспеченность, как это обычно делается и как это предлагаем делать мы. Дальше поговорим о том, просто как попасть в сервис книгообеспеченности с точки зрения интерфейса. Ну, новый дизайн тут немножко громко сказано, я просто не стал изменять этот слайд. На самом деле, да, некоторые новшества есть, но не такой уж он новый. Просто это книгообеспеченность с точки зрения интерфейса, как к ней попасть. Дальше поговорим о режимах функционирования книгообеспеченности, сервиса книгообеспеченности. Следующий большой пункт – это будет общий интерфейс сервиса книгообеспеченности. Это такой самый большой пункт, о котором дольше всего придется говорить. Дальше мы коснемся пошаговой инструкции, как мы предлагаем работать в нашей книгообеспеченности. Следующий пункт – о том, как добавлять книги в книгообеспеченности, если они еще там не существуют. Поговорим, собственно, о рекомендациях в ВУЗах и почему этот сервис мы называем рекомендательным. И поговорим также о том, как добавить произвольную сетку дисциплин, если в книгообеспеченности она отсутствует. Ну, давайте начнем. Как обычно, да, книгообеспеченность, ну, вот тут у меня отмечена нормативная база 2016 года. Тем не менее, в любом случае, книгообеспеченность – это одна из главных ключевых отчетных форм библиотеки. Ну, собственно, даже если бы она и не являлась отчетной формой, она необходима просто для функционирования ВУЗа, потому что дисциплины должны быть покрыты какими-то изданиями, и студент должен иметь возможность прийти либо в библиотеку, либо в ЭБС и эти книги посмотреть. Вот мы в этом сервисе и предлагаем путь, как, собственно, эту книгообеспеченность создать и как создать отчетные формы. Какой традиционный путь создания книгообеспеченности? Рабочие программы дисциплин заполняются, как правило, как преподавателями или кафедрами, так сказать, снизу, так и отделами комплектования библиотек сверху. То есть, это такой совместный труд по созданию книгообеспеченности. При этом, каждая книга, каждое издание требует, условно говоря, отдельной транзакции. То есть, по каждой книге принимается отдельное решение, и с точки зрения занесения в соответствующие документы, а также с точки зрения занесения ее в число тех изданий, которым позволительный доступ, это является отдельной транзакцией, которая умножается на то количество книг, которые в книгообеспеченности существуют. Это достаточно большой труд, труд и для кафедр, и особенно для библиотек. Вот поэтому мы, да, и он ведет неизбежные ограничения, такие как финансы или ресурсы, которые включают время ваших сотрудников и время сотрудников ППС, то есть преподавателей, наличие книги на рынке, наличный книжный фонд в библиотеке и так далее. Все это должно быть согласовано. Мы предлагаем инновационный путь, и предполагаем, что в некоторых условиях вся книгообеспеченность может быть подобрана за счет одной только ЭБС, но для этого требуется выполнение некоторых условий. Во-первых, ЭБС должна обладать достаточным фондом для закрытия большинства дисциплин. Всех, конечно, как правило, это невозможно, но большинства, по крайней мере. И, ну, это условия. А теперь следующий тезис о том, что можно использовать, если бы у ВУЗа была такая информация, можно использовать информацию от других ВУЗов с аналогичным профилем специальности и направлений подготовки, чтобы понять, какая книга нужна, а какая нет. То есть воспользоваться таким коллективным разумом. И вы увидите, как это делается в нашей ЭБС. Ну и третий пункт, это чтобы по нажатию кнопки выгружался бы соответствующий документ, который уже можно либо напрямую, либо использовать в отчетности, либо встраивать в отчетность после небольшой переработки. Вот как это делается в нашей ЭБС, мы сегодня и поговорим. Для начала посмотрим, как включить сервис книгообеспеченности. Ну, первое, вы должны находиться в роли корневого пользователя, либо ремарка в роли преподавателя. Предполагается, что книгообеспеченность доступна также и кафедрам, и преподавателям. И если они хотят вам и могут вам помочь, то эту работу можно частично, ну, не хочу употреблять слово «взвалить», частично передать кафедрам. Вот. И они в едином с вами интерфейсе могут работать и добавлять какие-то книги. Ну, и как, собственно, это делается? Находясь в вашем аккаунте, в аккаунте библиотекаря, корневого пользователя, вы нажимаете на вот эту маленькую кнопочку в виде треугольничка, перевернутого треугольничка, скажем так, высвечивается вот это меню, в котором надо перейти на пункт «Мой вуз». После этого высвечивается вот это все окно, и в нем уже горит нажата, точнее выбрана вкладка «Мой вуз». Отметим ее цифрой 3. Ну, и, наконец, последнее, что надо сделать. В этой вкладке выбрать в меню пункт «Книгообеспеченность». Это пункт 4. Вот, сделав 4 этих операции, вы войдете, собственно, в сам сервис. Вот. После нажатия на «Книгообеспеченность», если там у вас уже есть некоторое наполнение, может пройти определенное время, там 10-15 секунд, если это сильно заполненный уже сервис. Если он пустой, то это очень быстро происходит, и он сразу выполняется. Итак, ну, давайте сначала поговорим о режимах «Книгообеспеченности». Вот стандартное окошко «Книгообеспеченности», и в ней есть кнопочка «Переключатель режимов». Обращаю ваше внимание, что эта кнопка, она… Это не индикатор, а наоборот переключатель. То есть эта кнопка противоположна тому, что написано вот здесь. Вот здесь написано «Книгообеспеченность по УГС». «Кнопка» и вот настоящий режим является режимом по умолчанию, а кнопка ведет к режиму «Аксо», то есть к старому режиму отображения направлений и разделов вашей книгообеспеченности. Если вы нажимаете на «Аксо», то преобразуется ваша табличка вот к такому виду, где номера вот здесь вот поменялись на «Аксошные номера». А переключатель, наоборот, изменил свое состояние в противоположное направление. И теперь, чтобы вернуться к состоянию УГС, надо вновь на него нажать, и мы снова придем к этой картинке, где нумерация по УГСН, нумерация, которая включает 57 основных УГСНов, внутри которых есть еще свои подразделения. Ну что ж, с переключателями более-менее понятно. Давайте теперь пойдем к общему интерфейсу сервиса. Вот сервис в целом содержит примерно такой интерфейс. Есть нюансы, конечно. Ну, сразу хочу сказать, в настоящий момент, вот, ну ладно, дойду до пункта 2, скажу. Итак, под пунктом 1, переключатель, о котором мы только что поговорили. Пункт 2 в настоящее время не существует. Объясню, почему. Это пункт для полной выгрузки всей книгообеспеченности в виде одной таблицы, одного эксельского файла. Как правило, при насыщенной книгообеспеченности этот пункт работал очень долго, особенно с включенным режимом отображения библиографических описаний. Поэтому мы решили от этого пункта избавиться, но оставив, разумеется, соответствующие пункты в строках и посчитав, что вам важнее скачивать отдельные УГСы, то есть укрупненные группы специальностей направления подготовки, нежели вообще полный список, в котором к тому же и не особенно удобно пользоваться из-за его величины. Таким образом, пункта 2 у нас теперь нет. Зачеркиваю, пункт 3. Ну, собственно, это основная объемлющая единица книгообеспеченности. Это укрупненная группа специальностей или направление подготовки, которые внутри себя уже содержат более мелкие подразделения, о которых мы поговорим чуть попозже. Пункт 4. Я его подробнее разъясню чуть попозже. Это там будет в укрупненном виде этот интерфейс. Этот интерфейс работы с текущей единицей, с текущей строкой. Эта строка может быть УГСН, может быть дисциплина, может быть отдельная книжка. Вот эта вся структура, она древовидным образом открывается вниз при нажатии на одну из... То есть вот это вот кликабельно. Каждая строка кликабельна, вплоть до самого низкого уровня. Самый низкий уровень – это конкретное издание. И уже нажимая на конкретное издание, можно его просто просмотреть. Ну и ряд кнопок внизу. Первая кнопка, точнее кнопка номер 5 – это удалить выбранное. Это если у вас здесь стоят галочки какие-то, то нажатием на эту кнопку вы можете удалить всю УГСН из книгообеспеченности. Разумеется, пользоваться этим надо очень аккуратно, потому что обратной клавиши нет. Если вы подтвердили удаление, то дальше все уже у вас удалилось, и вы не сможете ничего делать. Дальше вы можете добавить свою категорию в качестве базовой. Это делается в том случае, если вас не устраивает стандартные категории, такие как УГСН, а вы хотите ввести произвольную категорию в книгообеспеченность, ну, например, там, ну, назвать можете как угодно. А смысл, например, такой, что это книги, важные конкретно для вашей библиотеки. Или книги для аспирантуры. Или книги из области интересов вашего ректора. Ну, не знаю, какую угодно можно добавить категорию. Следующий момент, пункт 7, это отправить свою структуру. Если вы хотите, чтобы вашу книгообеспеченность в какой-то ее части или полностью создали мы, вы можете отправить нам ваши РУПы, рабочие учебные программы. И в этом случае мы постараемся это сделать за вас силами наших библиографов. Вот, вообще, мы очень заинтересованы в том, чтобы получать от вас ваши рабочие учебные программы для улучшения работы нашей электронной библиотечной системы. Ну, и, наконец, такой самый рабочий пункт, это добавить УГСН, то есть добавить один из вот этих 57 основных номеров УГСН с внутри уже заполненной какой-то информацией. Вот теперь, сейчас я подумаю на этом слайде. Да, давайте пока на этом слайде вам, собственно, и расскажу о том, что происходит, когда вы добавляете пункт УГСН. Вот этот вот. Когда вы добавляете этот пункт, он уже не пустой. Почему же он не пустой? Хотя это пункт ваш, вашего ВУЗа, и, по идее, вы сами должны заниматься его наполнением. Он не пустой, потому что над ним уже поработали. Во-первых, поработали наши библиографы и в соответствии со своими представлениями о том, что вам нужно, заполнили его той информацией, теми книжками, которые есть у нас, теми учебниками, учебными пособиями. Возможности их распределили и внутри, по дисциплинам. Ну, тут вот есть разные версии, разная степень подготовки этого УГСН. Мы стараемся сделать полный продукт, когда внутри него уже по дисциплинам все расставлено. Но в качестве промежуточного варианта есть такой пункт, когда книжки добавлены в конкретную УГСН, но не распределены по конкретным дисциплинам. Это тоже удобно, но это, конечно, меньший уровень сервиса, чем когда они уже распределены по дисциплинам. Ну и второй пункт, то, о чем мы будем как раз сегодня говорить. Книжки добавляются в конкретную УГСН по рекомендациям других вузов. Это не то, чтобы явно выраженные рекомендации, да, это просто некий такой перекрестный интеллектуальный сервис, который выясняет, какие вузы куда что добавили и добавляет, соответственно, эту книжку вам в УГСН. Если она вам не нужна, вы можете ее, конечно, оттуда удалить, но как рекомендация она уже там присутствует. Поэтому, когда вы добавляете книжку, вот пользуйтесь вот этой кнопкой «Добавить УГСН», вы уже получаете очень хороший задел для вашей книгообеспеченности конкретной. Может быть, это уже на 70% сделанная работа, может быть, на 50%, но, тем не менее, это очень уже хороший вариант для того, чтобы на его основе делать книгообеспеченность. Если же вы добавляете свою категорию, то, разумеется, произвольную, то, разумеется, она пустая, и тогда вся работа ложится уже конкретно на вас. Ну и следующий пункт – это пошаговая инструкция, как, собственно, создавать, как работать внутри сервиса. Первый пункт – это вот как раз нажать на вот эту кнопочку «Добавить УГСН». Каждая специальность или направление подготовки имеет три ступени внутри. Бакалавр, магистр и так называемая литература по направлению. Это еще не распределенная литература, которая лежит, то есть она распределена с точки зрения включения ее в УГСН, но не распределена с точки зрения более мелкого деления. Ну и дальше идет распределение по циклам. И в каждом цикле есть еще распределение вот такое, из базовой части или из издательских коррекций. Обращаю ваше внимание, что ваша книгообеспеченность работает с той версией ЭБС, которая существует у вас. Точнее, с той версией подписки, которая существует у вас. Соответственно, черпается эта книгообеспеченность, во-первых, из базовой части ЭБС, а во-вторых, из издательских коллекций, на которые вы подписаны. Если вы на какие-то издательские коллекции не подписаны, а там есть такая книжка, которая вам нужна, то автоматически эта книжка не попадает в вашу книгообеспеченность. Вот тут у меня как раз показан в увеличенном виде интерфейс вот этих вот кнопок. Это кнопки произвольной категории, то есть произвольной строки внутри книгообеспеченности. С любой из этих категорий можно делать следующее. Вот эту первую кнопку пока обозначать не буду, в конце обозначу ее. Первая кнопка, вот эта вот в виде книжечки, это добавить книгу в книгообеспеченность. Издание, точнее, не книгу, а издание в книгообеспеченность. Этот пункт применяется тогда, когда у вас в книгообеспеченности среди того, что вам уже порекомендовали, нет книги, вы хотите ее найти и добавить сами, вручную. Об этом пункте поговорим чуть позже, как им пользоваться. Следующий пункт это, сейчас вспомню, как он называется у нас, пункт «Добавить категорию в группу». Это пункт, который позволяет вводить новые строки здесь. Например, там кроме вот такого вот цикла можете ввести еще какой-то цикл или еще внутри этого цикла еще какую-то дисциплину. Вот, и тогда образуется внутри данной категории, образуется еще какая-то подкатегория. Вот, дальше это вот два. Три. Это вот этот вот карандашик. Это отредактировать название категории. Ну, в некоторых случаях общие названия, они не соответствуют тому. Ну, название дисциплин, циклов и так далее не соответствует тому, что вы у себя в ВУЗе имеете. Поэтому, ну, в частности, названия дисциплин могут немножко отличаться от ВУЗа к ВУЗу. Я имею в виду похожих дисциплин, то есть те, которые по содержанию практически похожи, а по названию могут достаточно серьезно отличаться. В этом случае вы можете просто поправить название. Четвертый пункт, это вот, собственно, для того, чтобы выгрузить в виде таблицы Excel содержание данной категории. То есть вы, самая старшая категория, которую вы можете выгрузить, это, собственно, УГСН. Вот эта категория, соответственно, вот эта кнопочка. Ну, и любую подкатегорию из нее вы тоже можете выгрузить в виде отдельной таблицы и с ней поработать. Иногда не надо выгружать самый верхний уровень, там слишком много книг, а можно поработать со списком на более низком уровне. Ну, и последняя кнопка, предпоследняя, точнее, это «Стереть данную категорию», убрать ее. Работает она тогда, если здесь заведена какая-то галочка. Если вот галочка заведена, то можно нажимать на вот эту вот кнопочку. Ну, и последняя, шестая кнопка, вот эта, она присутствует не всегда, а только тогда, когда вы в нераспределенной литературе нажали на, выбрали галочкой что-то, конкретную книжку, точнее. В этом случае в тех местах, куда можно поместить эту книжку, загорается вот такая вот кнопочка. Это означает, что эту книгу, которую вы выбрали в нераспределенной части, можно поместить в какую-то конкретную дисциплину или в какую-то конкретную категорию более высокого уровня. Заполнение УГСН производится в соответствии с циклами дисциплин, заложенных в ГОС-3. То есть, предыдущие версии ВГОСа, в новых версиях ВГОСа, как известно, собственно, сами названия дисциплины не прописаны. Поэтому мы воспользовались вот предыдущей информацией для того, чтобы сделать какую-то стандартную, стандартное заполнение книгообеспеченности. То есть, чтобы на что-то хотя бы опираться. Ну и, разумеется, каждый ВГОС может изменить содержимое и создать свою собственную сетку дисциплин. Делается это вот как раз при помощи вот этого вот аппарата, при помощи этих кнопок создаются новые... Новая сетка, то есть, новая иерархия может быть выбрана. При помощи вот этой кнопки номер 2, да, можно создавать любую иерархию. То есть, находясь в УГСНе, можно создавать подкатегорию первого уровня, внутри можно создавать подкатегорию второго. И так любое количество подветок можно создать уже вот как вы считаете, как вы считаете нужным. Да, ну и тут вот как раз то, о чем я говорил. О том, что на этом слайде показывается, что книги приходят в вашу книгообеспеченность из базовой коллекции и из тех издательских коллекций, на которые вы в настоящий момент подписаны. Перенос книг из нераспределенной части в конкретную цикл или в конкретную дисциплину происходит вот так. Сначала вы выделяете книги галочкой в нераспределенной части. После этого нажимаете на кнопку вот в виде такого облачка в том месте, куда вы хотите эти книги поместить. Дисциплины заполняются внутри ваших категорий по умолчанию. То есть вы получаете уже всю ветку готовую. Вот, например, там в УГСН машиностроение получаете под категорию бакалавриат. В нем цикл, например, к примеру, гуманитарный, социально-экономический цикл. И в нем уже название дисциплин. Причем название дисциплин, как я уже говорил, вы можете переименовать, можете добавить дисциплины и так далее. Ну, например, вот иностранный язык можете переименовать, если вам интересно, там конкретно в английский язык. Или разбить на те языки, которые у вас уже есть. Или внутри категории иностранный язык создать категории конкретных языков. Теперь что же делать, если все это волшебство не привело к тому, что нужные вам книги помещены в книгообеспеченность. В этом случае надо добавить книги вручную. И вот как это делается. Внутри той категории, куда вы хотите добавить книгу, например, иностранный язык, надо нажать на кнопочку «Добавить». Добавить конкретную книгу. Что сейчас произойдет? Сейчас, после нажатия на эту кнопку, вы обратитесь к поисковому механизму. Но вот тут я обращаю ваше внимание на ошибку, которую делают многие библиографы. Они не видят разницы между поиском «Общим» и поиском внутри книгообеспеченности. Говорят, что поиск есть поиск. Я просто общим поиском поищу книгу, а потом ее добавлю как-то в книгообеспеченность. Так вот, поиск гораздо удобнее, потому что он позволяет добавить книгу непосредственно в книгообеспеченность в один тык. Как же он действует? После того, как вы нажали на вот эту вот книжку, появляется вот такое вот поле поиска. Оно немножко отличается от поля поиска общего ВБС. С одной стороны упрощенный, а с другой стороны более удобный конкретно под ваш случай. Поле поиска сложное. Оно содержит два поисковых поля. Это автор и название. В этих поисковых полях можно писать полные или частичные имена и названия. И два фильтра. Это дисциплина. Мышкой не очень удобно рисовать, поэтому у меня такие кривые цифры получаются. И раздел. Если вы не знаете, что сюда писать, лучше вообще ничего не пишите, потому что это фильтры жесткие, они просто отсекут то, что вам нужно. Ну, если вы примерно знаете, то, например, можно поискать по дисциплине. Но вы должны понимать, что все эти четыре поля соотносятся друг с другом по логическому закону И. То есть, поиск будет искать, например, автора такого-то с частичным названием таким-то только в дисциплине такой-то. Или только в разделе таком-то. Поэтому лучше идти по пути от большого к малому. То есть, попытаться поискать по минимальному набору сведений. Если вам вываливается тысяча книг, которые трудно рассмотреть в один раз, лучше тогда уже применять по одному фильтры и используйте их. Потому что, если сразу вы наберете во всех строках что-то, скорее всего, вам ничего и не вывалится. Ну, это такая уже эвристика. Это не столько свойство данного поиска, сколько просто некий совет. Ну, и после того, как здесь заполнится то, что вам нужно. Да, обращаю ваше внимание, что можно таким образом, например, сформировать целую дисциплину. Если у вас нет нужной дисциплины в книгообеспеченности, но она есть здесь, вот это вот фильтры по спискам. Тут выпадающие списки, достаточно большие такие. Но эта дисциплина есть здесь, то вы можете остальные поля не заполнять. Нажать на кнопку поиска, найти книги по выбранным условиям. И после этого вам огромный, ну, может быть огромный, может быть нет, список вывалится. В нем вам достаточно будет проставить галочками то, что вам нужно. И после этого вы сможете добавить эти книги к той категории, в которой вы нажимали на кнопку добавить книгу. Итак, вы подготовили строку поиска, нажали на нее, и вам вывалилась поисковая выдача. Вот в данном случае две всего книги, да. Я искал по слову «герундией», например, да, и вывалилась две книжки. Дальше тут надо иметь в виду, что есть у книжки, кроме ее наименования и описания, есть еще вот такая приписка «надежная» или «нет». Слово «надежная» — это такое очень условное слово. Это слово добавляем мы, чтобы вам передать информацию о том, насколько долгий договор с данными авторами, насколько мы надеемся, что он будет продолжен. Ну, это такая сложная эвристика достаточно. Я не могу вам формально описать, как происходит зачисление книг в «надежные». Это, скорее всего, передача некой информации о наших представлениях о том, что эта книжка с очень большой вероятностью будет находиться в нашей ЭБС достаточно долго. То есть дольше, чем ваш период подписки. Вот, большинство книг такими и являются. Ну, если здесь не стоит эта надпись, это означает, что договор подходит к концу в течение года и перспективы его перезаключения не ясны. Это не значит, что он не будет перезаключен. Это значит, что просто нам пока не ясно, будет он продлен или нет. У нас нет такой информации. Вот, большинство книг, которые вы увидите в этом списке, они будут принадлежать к надежным, будут иметь вот такую вот надпись. Теперь из этого списка вы можете выбрать, что-то выбрать, что-то не выбрать. Например, одну из этих книг выбрали. И, либо там, ну, как всегда есть, если большое количество книг, есть кнопка выбрать все, снять выбор того, что. Ну, и добавить в дисциплину. Может быть, книжка не совсем правильно называется, но она отражает суть, потому что обычно именно в дисциплину добавляются книги. А вообще, я вам напоминаю, что добавятся они в ту категорию, в тот уровень категории, в который вы, собственно, нажали на кнопку с изображением книжки, в кнопку «Добавить». Ну, и после того, как вы это все добавили, по кнопке «Вернуться к дисциплинам», вы возвращаетесь к тому интерфейсу, с которым мы сегодня как раз знакомимся. Следующий пункт, о котором надо поговорить, это, собственно, почему наш сервис называется рекомендательным. А рекомендательным он называется потому, что мы аккумулируем у себя информацию о том, как заполняется книгообеспеченность в других вузах. При этом мы выделили некоторое количество базовых вузов, лучших вузов. Ну, я, конечно, не беру на себя смелость ранжировать вузы по важности, но наши библиографы исходят из стандартных рейтингов или других соображений похожих для отбора этих вузов. Имея в виду, что, конечно, рекомендации вузов из базовой десятки или сотни рейтинга, они важнее, чем рекомендации других вузов. Вот таким образом резюмирую. Здесь собрана информация о рекомендациях ведущих вузов о данной книжке. Если данная книжка или данное издание попало в список книгообеспеченности этих вузов, то это отражается в нашей книгообеспеченности. Во-первых, эта книжка уже попадает в книгообеспеченность вне зависимости от того, была ли она выбрана всеми предыдущими способами. То есть, ручным отбором наших библиографов. Во-вторых, она подсвечивается в интерфейсе таким светло-зеленым фоном. Это первое. Во-вторых, цифра после библиографического описания в верхнем регистре, в данном случае это вот эта четверочка, на которой красная стрелка указывает, означает количество вузов, которые рекомендовали эту книжку, точнее использовали эту книжку в своей собственной книгообеспеченности. Ну, соответственно, сама подсветка и это количество может говорить о том, насколько важна эта рекомендация будет для вас. Если тут стоит какая-то большая цифра, то, наверное, эта книжка реально очень хорошая и на нее стоит обратить внимание, даже если на нее не обратили внимание вы и ваши кафедры. Может быть, имеет смысл просто показать это вашим кафедрам и сказать, вот смотрите, какая есть хорошая книжка, почему вы ее не указали. То есть чужая рекомендация, это, как всегда, очень важные информационные факты, которые надо использовать. И наш сервис позволяет использовать эти рекомендации внутри уже прозрачным способом. То есть вам ничего для этого не надо делать, не надо никакие запросы посылать, а уже внутри вашей книгообеспеченности это все уже обозначено. Да, рекомендации, они не только таким способом подсвечиваются, но и когда вы скачаете информацию вот здесь вот нажатием на эту кнопочку, они тоже будут, в этой табличке тоже будут отмечены эти рекомендации. Вот как это примерно выглядит в скачанном файле. То, что есть такая строка, точнее столбец рекомендаций, в нем будет написано рекомендуется четырьмя организациями, или там пятью, двенадцатью и так далее. Вот, то есть эти рекомендации, обращая ваше внимание, они будут присутствовать и в том файле, который вы скачаете, и с ними можно будет работать потом средствами Excel. То есть сама таблица важна не сама по себе, а то, что потом все средства Excel можно будет использовать для ранжирования, фильтрации и так далее. Да, ну и поговорим о создании собственной сетки дисциплин. Как я уже говорил, вы можете всегда добавить, кроме вот этой кнопки, которую мы сегодня уже рассмотрели, добавить у GSN, вы можете любую дисциплину добавить, любую категорию добавить в качестве базовой, вот по этой кнопке. Другими словами, на самый верхний уровень иерархии можете записать папку с любым именем. Она будет пустая, и ее надо будет заполнять уже вручную, то есть путем создания путем создания собственной структуры внутри используя вот эту вот кнопку папочки. Ну а потом, используя кнопку добавить, можно будет добавлять любое количество книг. либо вы можете попросить нас заполнить эту новую категорию по тому списку, который вы считаете нужным. И тогда вы просто нажимаете на кнопку «Отправить свою структуру» в виде произвольного файла, лучше всего, конечно, экселевского, описываете то, что вам нужно, и высылаете нашим библиографам этот файл, а они тогда эту структуру заполняют уже в соответствии со своими... по своему усмотрению, в соответствии со своими знаниями. Единственное требование, то чтобы файл был не больше 10 МБ размера. Теперь немножко расскажу о том, что было сделано в книгообеспеченности в последнее время. Ну, во-первых, на настоящий момент сервис книгообеспеченности основен на анализе примерно 50 рабочих учебных программ, рабочих программ дисциплин, примерно 50 лучших вузов. У нас сейчас действует гарантированная система подписки по вашему РПД или карте книгообеспеченности. Чтобы узнать, как это функционирует, связывайтесь с менеджерами. Это очень сильно зависит конкретно от вашего вуза. В зависимости от условий, это может быть платная или бесплатная услуга. Что значит гарантированная система подписки? Это значит, что в течение вашей подписки все те книги, которые вы включили в книгообеспеченность, они гарантированно не уйдут из вашей ЭБС. То есть будут оставаться гарантированы до конца вашей подписки. Это то требование, которое нам постоянно предъявляет о том, что вот мы включили книгу в книгообеспеченность, а она раз и ушла. Проблема очень острая вообще для всех ЭБС. Дело в том, что договоры заканчиваются, их не всегда продлевают. То есть чаще всего их продлевает, но может разное случиться. Например, автор может заключить какой-то договор с каким-то издательством, который эксклюзивный, который исключает уже его участие в ЭБС или что-то иное. Так вот, если вы договоритесь о гарантированной системе подписки, то из вашей книгообеспеченности ничего не исчезнет. И вы можете быть уверены, что до конца вашей подписки эта книжка останется, и вы можете по ней отчитаться перед комиссиями, перед вышестоящими органами и так далее. Ну и чисто технологически, что у нас произошло, это мы дополнили первичное заполнение УСН не только ручным аппаратом, то есть не только вручную наши библиографы заполняют его, но и теперь такое вот, я побоюсь это назвать искусственным интеллектом, но есть такая у нас интеллектуальная программа, которая отбирает книги для дисциплин, и это мы применяем в качестве первичного отбора книг для дисциплин, и дальше уже библиографы принимают конкретное решение, включить или не включить. То есть это гораздо более быстрый алгоритм, который позволяет нам заполнять книгообеспеченность более эффективно. Ну и та деятельность, которая нами делается постоянно, это улучшение сервиса книгообеспеченности с точки зрения перераспределения книг из УГСН в целом к конкретным дисциплинам. То есть все большее количество УГСН у нас становится заполненными полностью по дисциплинам, а не по просто книге по УГСН, которые надо еще дополнительно вам распределить. Вот это то, что делается внутри этого сервиса. Этот сервис активно развивается, и наш библиографический отдел очень много сил тратит именно на улучшение этого сервиса. Ну и вот тут повторюсь, то, что книгообеспеченность, сервис книгообеспеченности ищет книги только по базовой коллекции и по тем коллекциям, на которые вы подписаны. Поиск в книгообеспеченности не показывает иные источники, в том числе те издательские коллекции, на которые вы не подписаны. А чтобы получить более полное представление о покрытии УГСН, следует либо запросить таблицу УГСН в экселевском виде у вашего менеджера, и там вы получите тогда полную информацию, либо использовать, либо, например, в тестовом доступе, пока ваш вуз находится, то у вас полная информация, вы подключены в полной версии, либо надо использовать некоторые другие инструменты. Первый из них, точнее, третий по перечислению, это зайти в подвал нашего сайта, тут есть пункт навигация, и тут УГСН Аксо, пункт такой. Вот здесь производится по этому пункту поиск внутри УГСН по всему, что есть в нашей библиотеке. Ну, и следующий пункт, правда, этот пункт, вот я вчера проверил, он не для всех УГСН работает корректно, я сегодня узнаю, почему это так происходит, но, в принципе, этот путь, который должен работать, и я его вам рекомендую. Мне кажется, это просто временные какие-то неполадки у нас были. И следующий пункт, это вот этот адрес. Это адрес специально для вас, для библиотекарей, мы его не пиарим в качестве отдельного сервиса для открытого, но он открытый на самом деле. По нему можно зайти и поискать по полному набору книг в ЭБС. Это такой достаточно интеллектуальный поиск производится. Здесь можно искать, собственно, по УГСН, можно искать по конкретным дисциплинам. Чтобы искать по дисциплине, надо войти в пункт дополнительно, здесь вот, в нем выбрать пункт подбор литературы по дисциплинам и внутри указать, как вы хотите искать по дисциплине по полному соответствию, по точному названию дисциплины, такой интеллектуальный поиск, когда ищутся похожие дисциплины, или автоматический поиск, который позволяет сначала искать по точному названию, а потом по неполному соответствию. Вот, вот, собственно, и все. Мы уложились сегодня в наш час. Какие у вас будут вопросы? Я хотел бы отметить, что книгообеспеченность это такой наиболее сложный вопрос с точки зрения интерфейса, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы либо сейчас, либо по мере пользования этим сервисом на нашу техподдержку. Наша техподдержка всегда активно отвечает, и ей не надо стесняться задавать вопросы. Особенно, если что-то не работает, надо добиваться ответа, почему именно в вашей категории что-то не работает, если, не дай бог, именно так, и почему именно у вас происходит так или иначе. То есть, вам, как корневым пользователям, надо пользоваться нашей техподдержкой на все 100%, она для этого и существует, чтобы решить все ваши проблемы. Ну, а если по какой-то причине техподдержка не может ответить на ваш вопрос, он может быть какой-то сложный и не технический, тогда обращайтесь к менеджеру, он обязан разрулить все ваши проблемы либо с техподдержкой, либо с библиографическим отделом, либо как-то иначе. Ну, что, коллеги, какие у вас вопросы? Вот, как ни странно, на прошлом вебинаре как раз одна из наших слушательниц поблагодарила нас за сервис книгообеспеченности, сказала, что ей все там очень нравится. сегодня, судя по отсутствию вопросов, видимо, такое происходит да, 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 именно это вы тогда и написали. Спасибо, я ваше мнение передал нашим руководству, было очень приятно. Да, я понимаю, что на самом деле книгообеспеченность это такой эвристический алгоритм, который может сработать, а может и не сработает, да, но мы постарались вот как бы весь тот интеллект, который сосредоточен у нас в Директ Медиа, в этот сервис внедрить. Поэтому, если что-то с интерфейсной точки зрения покажется вам не очень эффективным, но пишите нам, мы постараемся каким-то образом исправить. Вот, ну что ж, коллеги, тогда будем с вами прощаться. О, а я забыл совсем сделать один пункт, который я обычно делаю. Я забыл вам сообщить о тех вебинарах, которые состоятся следующими у нас. Вот, значит, следующие вебинары, следующий вебинар будет 3-го числа, во вторник происходить, буду его вести и я тоже. Вот у меня такая серия из трех вебинаров подряд. Он тоже будет посвящен университетской библиотеке онлайн, в данном случае для преподавателя и студента. Туда мы приглашаем вас, а также ваших преподавателей. Ну, студентов не приглашаю, потому что вряд ли их заманишь на вебинар, а вот преподавателей очень даже приглашаем, и на этом вебинаре будет самое простое и самое главное, ради чего ЭБС и существует, это чтение книг, поиск книг, поисковые выборки для преподавателя, в общем, тот инструментарий, который доступен в самых низких ролях и который, собственно, определяет необходимость ЭБС. Ну, и второй вебинар 4-го числа наш коллега из издательства сейчас я скажу, как точно оно называется, к сожалению, подготовился, но эта информация куда-то у меня ушла. Одну минутку. Генеральный директор издательства инфроинженерия Кирилл Уваров проведет этот вебинар расскажет нам о своем издательстве и его вебинар будет называться «Горячие технические новинки холодного лета 2017 года». Тоже вас зовут на этот вебинар. В этом году у нас будут надеюсь, что много издателей, которые присутствуют в наших ЭБС выступать и вот это один из наших коллег, которые являются нашими издательствами сотрудничающими с нами. Ну что ж, коллеги, на этом я завершусь. Надеюсь, что встретимся с вами 3 числа во вторник. До свидания, всего хорошего, до встречи. Субтитры субтитры Продолжение следует...